надеюсь всем понятно стало про какой проект мы сегодня говорим друзья всем привет это рубрика готовим дэвид на ламерском криптомире сегодня наконец-таки мы добрались до юнит протокола один из самых ожидаемых выпусков на канале сегодня поговорим о стейблкойн и usdp о том как работает юнит протокол о том какие есть возможности заработка здесь и ну это что уж говорить один из самых таких ожидаемых выпусков действительно поскольку о юнит протоколе я говорил весь прошлый год рассказывал о токене call потом о токене дак стоит отметить что я все еще являюсь держателем токена дак я его никуда не сливал половина по моему от того что я получил вот в тот момент когда начались как-то бы я уже забыл как называется в общем мы лочили эфир на и получали взамен токен колл потом колл стал токеном дак была очень неприятная история с падением цены серьезные но сейчас все отросло все прекрасно замечательно и хорошо на булране вот но сегодня подробнее поговорим что же это за протокол такой что же это за токен дак и что он делает и какой еще есть юз кейсу usdp конкретный как он поможет вам заработать вот соответственно этот выпуск не рекламный мне ничего не платили но я благодарен ребятам из юнит протоколка я им написал личку говорю ребят комиссии очень большие было прикольно если вы поддержите выпуск таким вот образом и ребят с удовольствием согласились оплатить мне комиссии которые я потрачу вот в данном выпуске за что большое спасибо команде проекта я очень сильно им благодарен за это поскольку комиссии в сети большие вот соответственно давайте переходить к основной теме и так что же такое юнит протокол юнит протокол это еще один протокол по выпуску стабильных активов сверх обеспеченных стабильных активов пионером таких соответственно активов является maker дао и стейбл коин даем который выпускает данные платформа в чем собственно фишка стабильных активов и как они работают вот сверх обеспеченных да соответственно человек приносит актив на платформу и кладет его в специальный контракт который называется cdp collateral debt position то есть долговая позиция по факту залоговая долговая позиция этот смарт-контракт всегда просит вас положить такое количество актива которое позволило бы вам выпустить определенное количество стейбл коина при этом не превысив определенный порог по займу который называется collateral ratio то есть показатель долговой позиции обеспеченности и он определяется как соотношение долга к залоговым активом то есть количество выпущенного стейбл коина к количеству залога соответственно если вы принесли на платформу один эфир который стоил 150 долларов а вот этот collateral рейчо 150 процентов то выпустить вы можете не более 100 до и то есть в соотношение 150 процентов ваш залог должен быть к выпускаем продукту может быть обратная ситуация к collateral рейчо это 50 процентов то есть соотношение наоборот долго к залогу не залога к долгу то есть когда collateral рейчо 50 процентов это говорит о том что на 100 долларов залога вы можете выпустить 50 долларов с тейбл коин и соответственно вот этот ваш долг вы можете потом вернуть и забрать свой залог в полном объеме назад закрывая ваш вот этот долговой контракт долговую позицию но нужно заплатить небольшой процент за использование займа ну как в любом банке это понятно как берете кредит в конце вы выплачиваете точнее вы стабильно платите проценты здесь история примерно похоже но переиграна в общем долг вам начисляется как бы проценты годовые есть но долг начисляется вам каждый блок то есть каждый блок вы немножечко платить и вот сейчас поговорим об отличиях юнит протокола от того же мейкера и от других значит протоколов которые занимаются выпуском сверх обеспеченных на стейбл коинов вот такие там еще вае есть да на байнонс чейне это венус протокол юсдп и это стейбл коин такой более агрессивный что ли здесь если сравнивать подходы то скорее команда выбрала немножко другое направление движения нежели мейкер дао и основных скажем так отличий платформы юн протокола от мейкер дао 3 ну во первых вы видите какой то есть мы я зашел на сайт юнит . xyz и вы видите какой объем здесь залоговых активов то есть просто бесконечный список и заканчивается он токенами провайдеров ликвидности унисвапа то есть если вы проводите какую-то ликвидность например в паре эфир юсдт вы можете эти токены провайдера ликвидности унисвапа которые вы получаете взамен того что добавили в пол ликвидности тех средств вы можете их проводить как залоговые средства для создания выпуска новых юсд пи второе отличие вы здесь вот видите прям вот сверху юсд пи доступные для займа то есть команда ограничивает количество юсд пи выпускаемых так или иначе вот для дак сейчас ничего не выпускается то есть дак не служит залоговым активом на платформу можно сказать вот токен стейк тоже нет но например им служит эфир и стабилити фи то есть тот процент который вы выплачиваете по займу в годовом выражении вот и можно нажать на информацию да не будет видно то есть стабильте фи процент который вы выплачиваете по займу в годовом выражении здесь он стабильный пять с половиной процентов если вы в данный момент откроете займ и ничего не будете с ним делать то вот этот вот процент останется стабильным на протяжении всего срока займа Он не изменится. Изменяется этот процент, пересчитывается только если вы изменяете размер позиции. То есть либо добавляете займ залога, либо выплачиваете часть долга. Тогда процент может пересчитываться в зависимости от того, какой он на платформе в данный момент. О втором различии поговорили. Стабильте фи здесь постоянный, в MakerDAO перемены. Третий момент. У юнит-протокола другой механизм ликвидации. Что такое ликвидация? Вот я уже на Азис сталкиваюсь с Liquidation Ratio. Давайте заглянем поглубже, например, в эфир и посмотрим. У вас есть начальный залоговый показатель, вот это initial collateral ratio, который является отношением долга к залогу. Соответственно, как я уже говорил, да, если он равен 40% на 1000 долларов залог, вы сможете наминтить 400 USD. Соответственно, Liquidation Ratio у вас здесь 77-78 для эфира. Что это значит? Это значит, что на 1000 долларов залог вы сможете наминтить, то есть на 1000 долларов залог в эфире вы сможете наминтить 770 USD. Но если цена эфира упадет и в залоге у вас окажется, соответственно, меньше, чем 1000 долларов, и вот этот вот показатель снизится до значения, вот это initial ваш, до 78% и сравняется с Liquidation Ratio, а Liquidation Ratio это предельное соотношение долга к залогу, которое может быть по вашей долговой позиции, по займу, то есть вдруг окажется, что у вас вот это значение превышено, ваша позиция автоматически долговая становится необеспеченной и подлежит ликвидации, то есть полному закрытию. Естественно, наминченные USDP у вас никто не отнимет, они у вас как были, так и останутся, а вот залог в том размере, в том размере, в который необходим для покрытия вот этого долга, будет продан. Плюс вы заплатите, соответственно, ликвидацию, комиссию по ликвидации, Liquidation Fee, а это процент от займа, который вычитается из залога и продается совместно вот с той частью залога, которая необходима для покрытия долга. Вот, соответственно, он составляет 12%, то есть еще 12% от вашего залога, помимо той долговой позиции, то есть 78% от залога, плюс 12% от залога, то есть 90% вашей позиции будет залоговой продано за USDP, то есть USDP изымутся как бы из рынка, тем самым, чтобы вот не было недообеспечения по каким-то активам. Соответственно, а то, что останется от залога, вам вернут. Вот как это примерно работает. Вот, ну и, соответственно, еще один показатель, это вот USDP, доступные, чтобы наминтить их. Так вот, MakerDAO это механизм аукционный, но это механизм ставок, и с этим был связан как раз не то чтобы взлом, но вот эксплойт некий мейкера в марте 2020 года, когда комиссии в сети были настолько высокими из-за вот резкого падения цены эфира, что очень много позиций закрывалось, и люди просто не успевали закрывать свои позиции из-за того, что газ был очень высокий, они не успевали просто вручную закрывать эти позиции, а позиции ликвидировались очень быстро, а поскольку сеть стояла, то пролетали туда только майнеры, которые, значит, выставляли беды с нулевым значением, то есть предлагали выкупать, соответственно, вот эти долговые, залоговые позиции за ноль фактически, и просто ставили высокий газ при этом, то есть их транзакции проходили, а транзакции других ликвидаторов не проходили, потому что они там ставили меньше газа, а сеть стояла, и не успевали, соответственно, ликвидироваться вот эти позиции хоть за какую-то стоимость, соответственно, вот это вот привело к большим проблемам тогда. Сейчас мейкер изменил, но схема аукциона, я не знаю, конечно, по-моему, она все еще такая же, там выставляются беды, просто механизм немножко поменялся. Вьюнь протокол он другой. Здесь голландский аукцион, то есть изначально выставляется определенная цена, которая с течением времени постепенно снижается, таким образом, вот начинается вот эта экономическая игра, где идет более честный подход к определению цены продажи вот этих долговых, залоговых позиций. Соответственно, это, как заявляет команда, это более безопасный механизм, который позволяет им добавлять большее количество залоговых активов, как бы более рисковых, при этом не боясь, что вот такая вот история, как с мейкером, может произойти. Это вот третье отличие. Ну и четвертое отличие. У каждого актива на платформе есть свой оракул. Для эфира это чейнлинг был всегда, а для других более, соответственно, рисковых активов, по-моему, раньше работал кипер, который от Андре Крайне, но там что-то произошло с ним, и не все цены начали адекватно передаваться, поэтому историю, по-моему, с кипером пришлось закрыть. Не знаю, какой-нибудь актив бы найти. Да, вот. Кипер Оракл Стакт, Only Repays Possible. То есть все перешло в целом на чейнлинг, и ребята сказали, что систему оракулов, они еще будут апгрейдить, но пока вот все, что есть, работает на чейнлинге. Соответственно, вот эти истории пока вот недоступны для залогов, поскольку система оракула апгрейдится. Ну что ж, давайте более подробно рассмотрим, как происходит MintUSDP, и поработаем в этом плане с платформой. Итак, принимаем условия, подсоединяем кошелек, естественно, Metamask. Кто не умеет Metamask'ом пользоваться, смотрите любое обучающее видео по работе с Metamask'ом. У Вадима на заводиле есть, например. Ну, у многих есть оно. У Encrypt тоже было обучающее видео. Пару ссылок, наверное, добавлю в описание, как работать с Metamask'ом для вашей же пользы, потому что смотрю очень много новичков на канале, очень много комментариев под видео от новичков. Итак, подключили кошелек, и что же мы видим? Мы видим параметры займа. Галочка, что вы можете использовать обернутый эфир, если у вас вдруг обернутый эфир вместо обычного, то ничего страшного, ставите галочку, используйте как залог обернутый эфир, потому что все равно контракты устроены так, что потом они все оборачивают. Соответственно, начальный залоговый вот этот показатель у вас 77% Initial Collateral Ratio. Это означает, что на 1000 долларов залога в эфире вы можете наменить 770 USD. Соответственно, Liquidation Ratio у нас 78%. Если вдруг цена эфира упадет, а у вас не хватит залога, то ваша позиция будет признана убыточной, необеспеченной, и она будет ликвидирована через механизм голландского аукциона между теми, соответственно, людьми, кто занимается этой всей штукой. Как вы видите, есть разница в 1%. Если вдруг позиция ваша превысила начальный collateral ratio, но не достигла ликвидации, в этот момент вы можете добавить залога, чтобы снизить, соответственно, вот этот показатель долговой и тем самым сохранить свою позицию, если в этом есть необходимость для вас. Мой USDP еще не открыт, как мы видим. Давайте наментим сколько-нибудь USDP и посмотрим вообще, что это обойдется нам по комиссиям, во-первых, сколько транзакций и так далее. Вот я вожу, скажем, 0.2 в эфир и в USDP, и я могу установить параметры рисковости, вот 100%, да, соответственно, я могу наментить вот 327 USDP с копейками. Ну, я чувак не рисковый, нам еще комиссии много платить, я вот возьму initial collateral ratio, я сделаю для себя в 50%, соответственно, если цена эфира снизится до 1071 доллара, только тогда моя позиция будет закрыта, и я смогу вот наментить 167 с копейками USDP. Нажимаю и исполнить. Метамаск вы не видите, к сожалению, ну, так вот работает у меня немножечко OBS-ка, мне так удобнее вам показывать, чтобы качество картинки было получше, поэтому расширение Метамаска вы не видите, но я вам говорю сразу, то есть первое, это я даю разрешение платформе тратить мои эфиры, первая транзакция, и за нее я плачу 10 долларов в эфире, вот, а далее долговой позиция, она очень много газа жрет, примерно 0,01 эфира, соответственно, то, что я сейчас делаю сейчас, это для обучения, никакого смысла открывать займ на 170 долларов, естественно, нет, как минимум ваш займ должен быть, наверное, на 10 тысяч долларов, как-то вот так, соответственно, меньше смысла нет, но я хочу, чтобы вы понимали, что вот на примере юнита, как работают данные платформы, просто давайте абстрагируемся от комиссии, давайте просто разберемся, как вот эти платформы сверхобеспеченных стейблкоинов работают, я просто хочу это вам показать, чтобы вы понимали, и спасибо ребятам из юнита, что они помогли с оплатой комиссии, так, ну, в целом, я вот смотрю по Etherscan, ну, транзакция подтвердилась, да, мы можем посмотреть транзакцию в Etherscan, вот, при этом мы видим, что потратилась на комиссии 0.038 эфира, не 0.1, как там изначально писал контракт, то есть он, видимо, берет с запасом, но тратит не все, соответственно, вот моя залоговая позиция появилась, вот сколько USDP я занял, да, вот utilization, процент использования, 50%, соответственно, до 77 я могу там еще дозанимать, я могу выплатить свой долг максимально, сколько там нужно, и вы видите, это значение чуть больше уже стало долго, потому что stability fee уже капает, и мне нужно чуть больше заплатить, чтобы выплатить долги, соответственно, и закрыть свой заим полностью, мне нужно немножко больше заплатить уже, потому что несколько блоков в сети прошло. Ну, примерно столько же это по газу, пишет 0.1 эфира, соответственно, при исполнении это будет там 0.03, да, в три раза меньше примерно потратится, тут еще вопрос, а зачем нужны такие долговые позиции? Ну, вообще, основная такая штука, это для стронгхолдеров, вы верите, что эфир вырастет, и вы хотите найти ему какое-то применение, вы кладете его в залог, вы считаете, что он вырастет, и, соответственно, вы берете какое-то количество стейблкоина под этот залог, у вас высвобождаются средства дополнительные, которые вы можете реинвестировать во что-то, например, как мы увидим дальше, куда-то их положить в фарминг, основная ценность создания вот этих залоговых долговых, долговых позиций, это высвобождение ликвидности, под создание еще больших ликвидностей, создание торгового плеча. Надеюсь, теперь понятно, зачем нужны в целом USDP в отрыве от комиссии в сети эфира. Так, ну, а, собственно, ламеры, ну, если нельзя, не очень выгодно делать долговые позиции, то как же получить USDP, и вообще зачем они нужны? А USDP можно получить с помощью обмена на Uniswap, но там нет ликвидности, и там вы видите, что показывает из RSCAN, но есть специальные обмени, которые создала команда, как раз для решения проблемы вот этой DPEG, потому что не было мотивации создавать долговые позиции, поскольку токен DAC, governance token, юнит протокол, предназначен для других вещей, он не используется в качестве залога, он немножко по-другому работает, governance модуль пока еще только разрабатывается, но, ребят, придумали кое-что покруче. Называется эта штука Component Finance. Это обменник, предназначен он для создания глубокой ликвидности для стейблкоинов и является форком проекта Shell Protocol. Вот этого вот проекта. Соответственно, Shell Protocol — это вот такой кёрф сбоку, что ли, другой подход к кёрфу. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, чем они конкретно отличаются, это тема отдельного ролика, но суть такова, что этот обменник позволяет вам свапать и обменивать активы, вот настолько глубока эта ликвидность. То есть если вы хотите обменять 1 миллион долларов в, соответственно, USDT, то вы можете получить 1 миллион USDP вообще без проскальзывания, то есть по курсу 1 к 1. Вот настолько это вот круто. А для USDC вот такая вот, соответственно, на 6 тысяч долларов меньше, но для USDP всё абсолютно нормально. И то же самое для USDT. даже чуть больше вы получите USDP, то есть курс вот такие там, то есть проскальзывания совершенно незначительные. Здесь на компоненте есть два полу ликвидности, USDP, USDC, USDT, и USDP, DAI, SUSD. Вот видите объём ликвидности в них, но что главное, здесь есть фарминг. То есть здесь вам за проведение ликвидности в один из пулов в любом стейбл-коине, который тут присутствует, в том числе USDP, будут наспать токен компонента. Что, кстати, не сделал Shell, они не выпустили свой governance токен, а компонент сразу подсуетились. Это была дополнительная инициатива для пользователей. Во-первых, создавать долговые позиции на юнит-протоколе. Во-вторых, брать с рынка USDP. И, соответственно, появилась вот эта дополнительная ликвидность, дополнительный буст. И вот через мотивацию получения вот этого токена компонент Finance появилась вот эта мотивация добавлять, создавать USDP. И, соответственно, проблема с пегом цены была решена успешно. И это очень сильно бустануло цену токена DAG, governance токена юнит-протокол. Теперь главный вопрос. Соответственно, сколько мы получим, как это многое и что это? Никто не знает правильный ответ. Но, тем не менее, я считаю, что... Я лично сам фармлю в компонент Finance. Я считаю, что это нужно сделать. И я считаю, что по опыту предыдущему, по опыту Uniswap, по нынче, по опыту... что там еще? Того же Керва овчинка выделки стоит, потому что во всех трех вариантах и в других, в которых я участвовал, просто сейчас в голову не приходит, всегда все вознаграждалось практически стопроцентно. Давайте положим в пул, посмотрим вообще, как это делается и сколько это по комиссии. Итак, я вот выбираю первый пул. У меня есть USDP. Я нажимаю кнопочку депозит, естественно, подключив кошелек через Metamask. Вот у меня есть 207. USDP. По максимуму я хочу положить что-то он мне... не знаю, может, целая не хочет. А, опрувнуть надо, опрувнуть. Ну, конечно. Давайте опрувним сначала. Ура! Путвердилась транзакция. И вот теперь 200 долларов мы можем задепонировать. Естественно, предупреждение о том, что все бете. и стоит это... Мне будет стоить по комиссии 0.0198. Почти 0.02 эфира или там 40 с копейками долларов. Положить средства в пул. Соответственно, примерно столько же извлечь средства из пула будет вам стоить. Поэтому, ну, достаточно демократично. Соответственно, от там тысячи, двух тысяч долларов сюда можно в целом заходить. Комиссия туда-обратно будет вам стоить там порядка 100 долларов. Лучше это делать в выходные утром. Оптимальный вариант, когда там ГВИ будет там 80-100. Ура! Депозит успешен наш. Если мы сейчас вот нажмем отмену, мы видим, что у нас средство раскидало по пулу. Точно так же, как в принципе и в Кёрве, когда вы деподнируете один актив, можно пропорционально сразу в нескольких. Соответственно, пул 50-25-25. Вот его и раскидало примерно вот в этой вот пропорции. Но видно, что пропорции немножко дисбалансированы. Но это не важно. То есть пул ребалансируется в той пропорции, которая есть. То есть начальные там были, конечно, 50-25-25-25. Вот. Но механика тут скорее как у балансера. Поэтому пул может быть в любой пропорции. Цена считается автоматически по специальной формуле. Это не важно. Но важно то, что пул раскидало. Вы тут теперь зарабатываете комиссии за обмен. Как провайдер ликвидности. Там небольшие комиссии. Я не помню точно. По-моему, меньше, чем у Кёрва. Меньше, чем 0,3%. Ну, поправьте, если я не прав. Не помню точно. Вот. Соответственно, вы зарабатываете комиссии за обмен на свою проведенную ликвидность. Я не знаю, сколько это процентов годовых. Плюс вы получите токен governance токен платформы каун выйдет. Вот есть здесь reward estimation page. Сколько вы получите от общего количества в процентах. Вот здесь есть в процентах. Вот человек провел 3,7 миллиона долларов. Вот он получит 5,35% от того количества компонентов токенов, которые будут выпускать команд. Пару слов пока в экономике. Так называется экономика токена DAC на забавном. Утки угу. Значит, токен используется, будет использоваться для governance. Governance модуль пока еще находится в разработке. В данный момент все те комиссии, которые существуют на платформе stability fee, liquidation fee, за открытие долговой позиции вы, ничего не платите. Так вот, все эти комиссии собираются командой и идут 70% на выкуп токена DAC с рынка его сжигания. Там порядка 60-70 тысяч токенов, по-моему, раз в месяц они сжигают. Вот. И 30% идет в специальной трежери. Вот его адрес я нашел, по-моему. И вот здесь мы видим, что DAC токены собираются, USDP, стейбл. То есть вот это вот трежери, куда собираются комиссии платформы, и потом они, видимо, как-то будут распределяться между холдерами токена DAC, которые будут участвовать в governance. Но это дело будущего. То есть по идее на DAC вы сможете получать пассив, участвуя в governance. Непонятно, будете ли вы получать что-то в токенах DAC, если будете проводить ликвидность на вот юнит протокол на саму платформу, имейте новый USDP, пока вроде не было такого в планах, ну и соответственно экономика дефляционная, часть комиссии идет на выкуп DAC с рынка и его сжигание. теперь, что касается вот того момента, что у команды много токенов. Определенно многих это отталкивает, потому что 200 миллионов токенов 20 в рынке, ну плюс-минус там, соответственно команда может там делать с ними что угодно, она их полностью контролирует, но на то у нее есть определенное свое собственное право, команда не собрала ни с кого ни копейки. Она не собирала ни с кого денег, она никому ничего не обещала, там, что мы там станем, будем стоить столько-то или станем супер-пупер платформой, такого не было. Соответственно они вправе делать то, что считают нужными с этими токенами, поскольку они денег ни с кого не собирали, они просто вот раздали какую-то начальную ликвидность, тогда еще токен назывался кол, и вот с ней они работают. Поэтому в моем понимании они могут лить в стакан, если это необходимо для финансирования работы проекта, они могут лить в стакан, если там им какие-то нужны маркетинговые или нужно кого-то нанять дополнительно. В общем, я в этом ничего такого не вижу, но это очень сильно, конечно же, влияет на цену и в целом на доверие к команде, поскольку вот этот тотальный контроль это то, чего никто не любит в децентрализованном сообществе. Но я как раз думаю, что с приходом DAO эта проблема как-то или иначе решится, то есть токены команды как-то ограничат или какую-то вещь с ними придумают в конце концов. Но это дело будущего. В общем, вывод-то какой? Юнит-протокол это интересный протокол, который позволяет выпускать сверхобеспеченный стейблкоин USDP. Этот стейблкоин долгое время никем не признавался, но команда нашла способ создать ему ценность, нашла способ мотивировать пользователей создавать, открывать долговые позиции на юнит-протоколе, чтобы потом соответственно фармить токен governance токен обменника компонент finance, который был создан специально для обмена стейблкоинами, в частности для придания пега нормального USDP. И это успешно получилось, за что большой респект команде. А делают это наши русские ребята, чем я с нескрываемым удовольствием об этом говорю, потому что проект в целом нормальный. Соответственно, наш здесь профит это положить стейблкоины, фармить компонент. Я не знаю, говорили о том, что продлится три месяца, это началось в феврале, соответственно, в февраль, март, апрель. Вроде как в апреле это все должно закончиться, то есть еще время есть, может быть продлиться, может быть нет, пока неизвестно, непонятно, например, смузи, финанс, они там тоже стейблкоины меняют своим особым образом, они продлили до 20 апреля, например, фарминг, так почему компоненту его еще не продлить в целом. Но я думаю, здесь какая-то с цмп токеном будет игра в будущем, что позволит вот эту ликвидность в целом оставить, и никуда эта ликвидность не убежит с платформы. Соответственно, наш профит вот здесь, если вам хочется юсдп-минтить, минтить и пожалуйста, не хочется, вы видите возможность просто положить стейблкоины, пожалуйста, комиссии сети большие, я это прекрасно понимаю, но тем не менее, рассказать о том, как именно работают вот такие вот стейблкоины, как создаются залоговые позиции, и как правильно ими управлять, я вам вроде тоже рассказал. Вот, свои пожелания, комментарии, вопросы оставляйте в описании, я наконец-то очень рад сделать новое видео для канала, надеюсь, их будет в скором времени еще больше, рад с вами был пообщаться, немного прошу прощения за то, что говорю в нос, не до конца еще поправился. В общем, подписывайтесь на канал, естественно, ставьте палец вверх, если видео нравится, ну и все ваши предложения, пожелания в описании. Увидимся в следующем видосе, и самое главное, не забудьте. Пока.